Библейский портал экзегет.ру представляет 68-й псалом для библейского портала экзегет считаю перевод российского библейского общества. 67-й был такой весь из цитат составленный, в нем очень разные голоса, кажется, из разных времен и эпох. А 68-й — предельно цельный псалом, но совершенно другой по настроению. 67-й — это такой боевой псалом, вот с ним на бой идти хорошо с врагами. 68-й — псалом, который намекает на то, что пора принять антидепрессанты. Правда, в то время их не было, был только псалом, например, 68-й. Вот иногда прямо в псалтире такие столкновения. Иногда они, псалмы, плавно перетекают один, другой, даже границу не определишь. Можно здесь провести, можно здесь, и так и есть в разных текстуальных традициях. Там 9-й, 10-й по-разному распределяются. Ну, а тут вот 68-й — очень цельный. Человеку плохо, хорошему человеку плохо. Как определили жанр блюза однажды. Вот 68-й псалом — это блюз. Начальнику хора напевшую шаним, очевидно, лирически напевшую шаним, это что-то связанное с цветами, с лилиями, видимо, такой минорный напев. Псалом длинный, буду читать с частями. «Боже, спаси меня! Поднялись воды до самого горла. Я в трясине увяз, нет мне опоры. Я тону в глубоких водах, и уносит меня поток. Открык я изнемог, пересохшее горло горит. Я все глаза проглядел, где же помощь от Бога? Ненавидящих меня без вины больше, чем волос на голове. Они сильны и гонят меня ни за что. И я должен вернуть то, чего не крал». Вот интересный такой образ. Человек изнывает от жажды в трясине, когда вода уже дошла до горла. Да, вот воду ж болотную пить не станешь, там жижа вонючая, а не вода. Вот здесь с ним ровно такое происходит. И вот такое хорошее описание депрессии. Это, да, вот человек постепенно тонет в болоте. Вроде ничего с ним страшного не происходит, там огнем его не жгут, звери-дики его не терзают, а он погибает, его засасывает все глубже. Он сейчас задохнется, уже вот сюда подошло. И более того, это какие-то враги, которые на него нападают, но даже не нападают, вот даже там ни с мечом, ни с копьем, а ненавидят, заставляют вернуть то, чего не крал. Правосудие, очевидно, извращено, да, то есть ему вменили какой-то ущерб, говоря современным языком, которого он не причинял. И он теперь оказался виновным в том, чего не совершал. И вдруг. Боже, ты знаешь глупость мою, от тебя не скрыты прегрешения мои. Не посрами меня, Господь, Бог воинствует, иначе посрамины будут те, кто уповает на тебя. Не опозорь меня, Бог Израиль, иначе опозорены будут те, кто прибегают к тебе. Какой хороший прием в молитве. Советую воспользоваться. Смотрите, Господи, ну ты понимаешь, кто я такой. Я дурак и грешник. Ну что с меня взять? Понимаешь, ну ведь я на тебя уповаю. Если со мной все выйдет плохо, это получается, что на тебя уповать бессмысленно. Такой маленький шантаж Бога, но очень доброжелательный шантаж, я бы сказал. То есть у нас есть псалмы, где псалмопеют чуть ли не диктуют Богу. Там, давай, накажи их, я чистый, я праведный, я вот такой-сякой, замечательный. А здесь он говорит, да на меня-то не смотри. Со мной все понятно, я грешник. И глупый я человек. Но я на тебя надеюсь. Это единственное, что может меня из этого вытащить. Не посрами мою надежду. Ну а что значит я на тебя надеюсь? В любой момент можно Богу так сказать. Я на тебя надеюсь, поэтому давай действуй. Не совсем. Ради тебя я бесчестия терпел. И позор мне лицо покрывал. Братья меня признавать не хотят. Для детей матери моей я чужой. Обида за храм твой гложет меня. Хула на тебя, надо мной углумление. Я плакал и постился, и стал мишенью насмешек. В рубище я одет, насмехаются надо мной, судачат обо мне. У городских ворот обсуждают меня. Обо мне поется в песнях пьяных гуляк. То есть, смотрите, он понимает так, что его позор – это за Бога. Какой-то юротивый, который все время о Боге говорит, и над ним потешаются, обижают его. Или благочестивый человек среди нечестивцев, которые над ним издеваются, говорит, вот святоши там опять пошел молиться, когда уже он там, не будем говорить, повторять слова, которые они скажут в его адрес. Мы не знаем точно. А может быть, просто человек старается жить с Богом. Он не считает себя безгрешным, как иногда псалмопевцы себя считают. Это явно разные люди писали или в очень разном настроении. И то, что он живет с Богом, не дает ему некоторых преимуществ в жизни. Ну, смотрите, нельзя там воровать, много чего нельзя делать. Ну, а как же быть, если это норма? Если вот так все устроено, не мы такие, жизнь такая, говорят люди. Он говорит, не я такой, Бог такой. Господь, я тебе молюсь в час, когда ты благосклонен ко мне. Бог многомилостивый, ответь, будь мне надежным спасением. Вытащи меня из трясины, не дай утонуть. От врагов избавь, из пучины спаси, не дай потоку меня унести. Пусть бездна не поглотит меня, пусть могила своих челюстей не сомкнет. Господь, ответь мне, ты верен и добра. Милосердный, обрати ко мне свой лик, не отвернись от меня, раба твоего. Тяжко мне, скорее ответь. Будь со мной, спаси мою жизнь, наперекор всем врагам спаси. Знаешь ты, как поносят меня, как бесчестьят меня и срамят. Всех врагов моих ты видишь. Поношение терзает сердце мое, горько мне. Я сочувствую, жду его, нет. Жду утешить или нет никого. Вместо еды мне траву дают, жажду уксусом поят. Пусть их трапеза станет для них западней, возмездием и ловушкой. Пусть глаза их померкнут, пусть тела их трясутся беспрестанно. Излей на них свой гнев, пусть настигнет их ярость твоя, пусть жилище их будет пусто. И пустыми стоят их шатры, раз они гнали тех, кого ты ранил. Потешались над пронзенными тобой. Припомни грехи их все до единого, не дай им оправдаться перед тобой. Пусть будут стерты из книги живых, пусть не числятся там вместе с праведными. Вот что на это говорить? Вот такая молитва, но честно, да? Вот бывает так, что глаза наливаются кровью, кулаки сами сжимаются, вот так бы и врезал, да? У меня бывает. Вот он это к Богу несет, да? Господи, ты их накажи, я не буду им мстить, я не буду им гадости говорить, я не буду над ними издеваться. Ты это сделай. Ну, а Бог может сделать или не сделать. И потом, вот смотрите, подставь другую щеку. Что это значит? В Новом Завете это прозвучит, не здесь, не здесь. Но что это значит? Не сопротивляйся насилию, не мсти за него. И мне кажется, здесь уже очень важный шаг к этому, да? То есть отдать Богу право отомстить. Мне отмщение и азвоздам, да? Как сказано в Библии, эти слова, кстати, Лев Толстой взял эпиграфом к одному из своих произведений, но сейчас мы, конечно, не о нем. И вот эта молитва здесь тоже есть. Мне кажется, что псалтир цена в том числе и тем, что в любом состоянии, в состоянии депрессии, как в начале этого псалма, в состоянии крайнего гнева и злобы, как вот в этой его части, мы найдем слова, которыми обратиться к Богу. Но гнев прошел, и опять он унывает. «Я обездолен и страдаю, спаси Божье и сохрани. Я прославлю Божье имя песней, словословием его возвеличу. Это Господу приятнее, чем жертву, чем быки с копытами и рогами». Да, рога и копыта у нас сразу в ассоциации. Из «Двенадцатый стульев», да, понятно. Но и здесь тоже есть какой-то юмор. Что Богу угодно, быки с копытами и рогами или человек с его молитвой? Вопрос риторический, конечно. То есть здесь отвергается такой ритуальный подход, когда принес Богу жертву, отчитался, исполнил, как налог уплатил, да, и свободен. У государства нет к себе претензий. С Богом немножко иначе. И вот здесь начинается выход из гнева и выход из депрессии, да. Как выходить? Если бы псалом закончился вот на этом, либо унынии, либо на этом гневе, то, наверное, он все-таки был бы не молитвой, а всего лишь отчетом о неуравновешенном психическом состоянии пациента, да. А здесь есть выход, здесь есть терапия. «Спаси Божье и сохрани, я прославлю Божье имя песней». И даже некоторая шутка. Вот шутка – признак того, что человек начинает приходить в себя. Ну, что это быки с рогами и копытами? Кому они нужны? Не в них же дело. «Увидят бедняки и обрадуются, и оживут сердца ищущих Бога. Обездоленных, слышит Господь, свой народ не оставит в плену. А вот опять и опять, да, личная судьба человека, его личные страдания и судьба его народа, в данном случае, видимо, вавилонский плен, тесно переплелись, одно уже неотделимо от другого. Пусть прославит его небо и земля, моря и все, что живет в них. Бог придет на помощь Сиону и отстроит города Иудеи. Люди снова будут там жить и владеть своей землей. Потомки слуг его получат на дело. Там будут жить те, кто любит имя его». Ну, и надежда на то, что плен закончится, и, наверное, на этом закончится и личное страдание человека. Вот возвращение Израиля – это одновременно и его возвращение к себе, его возвращение к разуму, к спокойствию, к благополучию. Вот такой псалом, в нем три стадии – уныния, гнева и утешения. Сейчас много говорят о стадии горевания, разного рода психических процессов, которые проходят в человеке. В псалтире уже, в общем-то, все это знали и довольно подробно описывали, хотя, может быть, и не совсем так, как это делают сегодня. Ну, и бывают такие парные псалмы, вот длинные, а потом короткие, с тем же смыслом. Следующие, 69-й, короткие, с тем же смыслом, как Парк 68-го. Субтитры создавал DimaTorzok